Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики Один из ведущих и крупнейших университетов России Федеральное государственное высшее учебное заведение, созданное в 1992 году, находится в городе Москва Также имеет компусы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми Часто применяют официальное сокращение «Нювше» Также среди студентов и сотрудников университета нередко используется неофициальное сокращение «Вышка» История Высшая школа экономики была создана 27 ноября 1992 года в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации Подписанным Егором Гайдаром, исполнявшим в то время обязанности председателя правительства В 1996 году «Вше» стала государственным университетом В 2008 году Высшая школа экономики перешла в ведение правительства РФ До этого времени ГУ «Вше» находилась в ведении Минэкономразвития России В 2009 году ГУ «Вше» на конкурсной основе получил почетный статус Национального исследовательского университета В 2010 году Высшей школе экономики была открыта первая в России академическая аспирантура В 2012 году в состав НУ «Вше» вошли Московский государственный институт электроники и математики Два учреждения дополнительного профессионального образования Учебный центр подготовки руководителей и Государственная академия специалистов инвестиционной сферы НУ «Вше» сегодня В НУ «Вше» действует 107 научно-исследовательских институтов и центров 32 научно-учебных и проектно-учебных лаборатории 24 международных лаборатории под руководством ведущих зарубежных ученых 28 факультетов и отделений в Москве Военная кафедра 10 факультетов и отделений в Санкт-Петербургском компосе 5 в Нижегородском и 3 факультета в Пермском В НУ «Вше» по состоянию на 2013 год обучается 21 734 студентов Из них 15 829 в Москве 2428 в Санкт-Петербурге 2220 в Нижнем Новгороде 1257 в Перми По состоянию на 1 октября 2013 года В НИУ «Вше» в Москве работают 1910 преподавателей и 889 исследователей В университете реализуется программа возвращения российских исследователей Защитивших докторские диссертации в западных вузах В Высшей школе экономики с 1993 года действует двухуровневая Так называемая Болонская система образования 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры Со дня основания в 1992 году ректором НИУ «Вше» является Яй Кузьминов, президент Аэн Шохин, научный руководитель Ега Есин Учебный процесс «Центральное место» в университете принадлежит экономической науке На некоторых факультетах преподавание ведется на английском языке У НИУ «Вше» более 100 зарубежных университетов-партнеров Это отличная возможность для всех студентов университета обучаться год или полгода за рубежом Действует 20 программ двойных дипломов с иностранными вузами Образовательные инновации Высшая школа экономики стала одним из первых в России вузов, которые перешли к общепринятой в мире схеме 4 плюс 2 4 года обучения Бакалавриат и 2 года Магистратура Учебный год в бакалавриате НИУ «Вше» разбит не на 2 семестра, а на 4 модуля Учебные программы, как правило, предусматривают от 2 до 4 промежуточных испытаний, за которые начисляются баллы и из которых складывается итоговая оценка академической успеваемости студента Большая часть промежуточных итоговых испытаний проводится в письменной форме, что снижает риски субъективизма Сама оценка в НИУ «Вше» не общепринятая в России пятибальная от десятибальная Суммы набранных баллов складываются в публичные рейтинги студентов, которые могут быть как текущими ежегодными, так и накопленными за весь период обучения 4 года бакалавриата предполагают 16 зачетных недель На основе рейтингов начисляются скидки до 70% от стоимости оплаты для студентов, обучающихся на договорной основе, а также начисляется стипендия студентам-бюджетникам Отличники могут получать две стипендии – социальную и академическую, которые в совокупности достигают уровня прожиточного минимума в Москве Итоговые рейтинги становятся основанием для отбора на специализации магистрские программы зарубежной стажировки Национальный исследовательский университет В 2009 году в России был проведен первый конкурс программ вузов, претендующих на присвоение категории Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики стала одним из победителей и единственным университетом социально-экономического профиля среди 14 российских НИУ Исследовательская деятельность НИУШИ осуществляется в таких областях, как экономическая теория, история экономических учений, институциональная экономическая теория, макроэкономика, математические и инструментальные методы в экономике, социология, право, психология, государственное управление, образование, информационные науки и политические исследования, научный и аналитический центр НИУШИ с конца 90-х годов XX века стал развиваться как центр исследований В 2008 году, когда правительство России перевело НИУШИ в свое непосредственное введение На университет официально было возложено экспертно-аналитическое обеспечение деятельности правительства НИУШИ в рейтингах В 2014 году агентство «Эксперт-РА» присвоило высшему учебному заведению рейтинговый класс, означающий очень высокий уровень подготовки Выпускников единственным вузом в СНГ, получившим в данном рейтинге класс А, стал МГУ НИУШИ вошел в группу от 51 до 100 рейтинга QS по направлению Development Studies В этой категории рейтинга высшая школа экономики является единственным российским университетом Наряду с этим ВШИ входит в топ-200 университетов мира по экономике и эконометрии, социологии, философии Астерийск обновления происходит ежемесячно, до 2014 года, данные декабря, 2015 год, данные октября Преподаватели, 5% преподавателей ВШИ имеют научную степень, PhD, из них почти половина приглашенные преподаватели иностранных вузов В 2013 году ВШИ победил в третьем конкурсе правительства России на привлечение ведущих зарубежных ученых В результате высшей школе экономики будет создана международная лаборатория количественных финансов во главе с профессором Юрием Кабановым ВШИ побеждал и в двух предыдущих конкурсах По итогам к работе вуза были привлечены ученые с мировыми именами Математики Пану Спаргаласа Федор Богомолов Экономист Жака Франсуа Тисес Культуролог Рональд Инглхарт В высшей школе экономики работают самые высокооплачиваемые преподаватели страны Среднемесячный заработок преподавателей ВШИ Профессор – 160 000 рублей Доцент – 90 000 рублей Преподаватель – 62 000 рублей Известные преподаватели и почетные профессора Ни УВШИ Гайдар Егор Тимурович, Кудрин Алексей Леонидович, Бальцерович Лешек, Костелес Мануэль, Мэскин Эрик, Юнус Мухаммад, Липсиц Игорь Владимирович, Любимов Лев Львович, Кордонский Симон Гладьевич, Алексашенко Сергей Владимирович, Явлинский Григорий Алексеевич, Юргенс Игорь Юрьевич и многие другие Структура, факультеты и отделения НиУВШИ Москва Факультет компьютерных наук Департамент анализа данных и искусственного интеллекта Департамент больших данных и информационного поиска Департамент программной инженерии Факультет социальных наук Департамент государственного и муниципального управления Департамент политической науки Департамент психологии Департамент цитиологии Институт демографии Факультет гуманитарных наук Школа исторических наук Школа филологии Школа лингвистики Школа культурологии Школа философии Департамент иностранных языков Институт гуманитарных историк Экотеоретических исследований имени А.В. Политаева, факультет бизнеса и менеджмента, школа бизнеса и информатики, школа логистики, школа бизнеса и делового администрирования, факультет коммуникаций, медиа и дизайна, департамент медиа, департамент интегрированных коммуникаций, школа дизайна, факультет математики, факультет мировой экономики и мировой политики, школа Востока ведения, факультет права, факультет экономических наук, отделение экономики, отделение статистики, аналитики, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...